почему взрослое поколение украины более чокнутая чем это самое чем молодежь же самое могу сказать про поколение россии почему вы так думаете поколение россии хотя бы отстаивает своей стоил понимаете как говорится свою историю который вы у вас перена который у вас при иначе подождите давайте давайте говорить по очереди вы меня спросили а я отвечаю как то вы меня не спрашивали бы мне такую что сказали vashava вашего ответа вы сами то есть вы тарахтить будете просто нет вот просто вашего ответа никто не спрашивал вы сами себе придумали почему вы должны на это ответить негативом и... Вы же записываете, вы потом послушаете. Конечно. Так вот вы мне и сказали, а почему в России? Ну, вот я и начал отвечать. А почему это в русском языке вопрос? Я и начал отвечать. Не, есть еще в русском такая замечательная вещь, как иритический вопрос. О, как вы глубоко загнули. Молодец, да. И что, оно вам помогает, вот это вот умничать? Да, прекрасно. И что от этого вам? Хорошо или как? Да, очень хорошо. То есть такое самомнение, типа о себе, да? Нет, самомнение мне не поднимается от того, что я объясняю каким-то людям элементарные вещи. А что вы можете объяснить? Вам исключительно ничего, потому что вас... Давайте я задам вопрос, вы мне объясните. Для чего? Ну как, чтобы я... Понимаете, есть люди, которые приходят к другим людям для того, чтобы услышать ответ извлечь его в какую-то информацию и пересмыслить какое-то свое мнение. А есть люди, которые сидят в чат-рулетке, говорят хуй пойми о чем, и остаются при своем же мнении. Да, вот именно. Я тоже так думаю. А есть, понимаете, люди... Вот, допустим, я пытаюсь отстаивать именно истину. А есть, значит, вы отстаиваете? А истину никто не знает. А, вот зря так. К истине можно приблизиться, если, как говорится, логично думать. Если логично думать, то это нужно думать догадками, а... Догадками. Насчет некратых вещей. Знаете, еще есть такое... Это тоже факт. Да. Вы знаете, есть еще неиспоримый такой факт жизненный. Все познается в сравнении, молодой человек. Вы еще сильно молоды. Да. Ну вот. Но, как и в истории, бывают исключения. Хоть истории в своих рамках циклично, но бывают исключения. По факторам должно выйти одно, но получается другое. Да вы что? Ой, какой... Ну вы молодец. Понятно. Ну и чему же вас научила история, основываясь на... Подождите, не будем там далеко. Допустим, история 20 века и глядя на то, что у вас творится в вашей стране, в Украине. Чему научила вас история? Меня история 20 века исключительно научила не доверять идеологическим рамкам какого-то долбоеба, который решил, что его страна круче друг. Это какого? Хрущева? Нет, это называется Гитлер, который из-за своих идеологических убеждений решил освободить агийскую нацию и европейский континент целостности, думая, что у него охуенный план. А что вы на маты-то перешли? Слабо по-человечески разговаривать? Слабо по-человечески разговаривать? Это моя форма общения. Вы себя сейчас выставляете быдлом, понимаете? Ваше субъективное мнение. Нет, нормальное у меня мнение. Вы младше меня в три раза, а при этом всё позволяете себе говорить со мной матом. Да, могу себе позволить. Да, это не могу себе позволить. Это ваше воспитание такое дебильное, понимаете? Нет, это ваше субъективное мнение. Конечно, конечно. Просто вы в мои годы не жили. Вас бы за ухо взяли, к родителям привели, отшлёпали бы, понимаете? Доской по башке. Потому что в наше время даже не матерились при взрослых. А вы такие повырастали, блин, куда деваться? У меня айфон, у меня то да сё. Я такой материться могу со старшими. Да, могу. Да, потому что вы сидите за экраном и можете себе это позволить. Правильно? А мы сидели бы мы где-нибудь. Мат в полной эмоциональной окраске передаёт то ли иной информации. А вы с папой и с мамой тоже на матах разговариваете, да? С матерью я могу спокойно рассказать какой-то эпизод из своей жизни, который у меня вызвал бурные эмоции. Вы молодец. Чтобы выразить какие-то глубокие эмоции. Вы молодец. Я спокойно могу разговаривать. Не зря вы в Евросоюз-то, в принципе, хотели. Вы же теперь типа часть Европы. Евровидение у вас. Вот сейчас Олимпийские игры показали, насколько круто всё, как говорится, в Евросоюзе. И вы туда стремитесь. Ну и матами, соответственно, с мамой можно разговаривать. Это здорово. Вы молодец. А вы хоть понимаете, почему люди стремились в Европейский Союз? Да откуда ж мне знать? Нет. Нет. А почему? Я вам объясню, потому что в период 2014 года Европейский Союз очень активно вливал деньги в аграрные страны. И поднимал аграрную культуру всех стран для того, чтобы... Сколько в 2014 году? В 2014 году сколько было влито с Евросоюз... Статистику не назову, не помню. А сколько было влито денег с Евросоюза в 2014 году в Украину? Я говорю, статистику не назову, я не помню. А вот Россия пообещала 15 миллиардов в своё время. Мало того, даже пятёрку дала. А вы всё равно Евромайдан устроили. Ну это наше право. Ваше право, конечно. Расхерачить страну – это ваше право, да. Расхерачили? Вот сейчас довольны результатом? Нет, это результат вашего. Раскачивание лодки. В смысле? Вы сделали то, что вы сделали. И вот результат за окном. Гиркин зашёл на территорию Донецкой области. Гиркин виноват, понятно. А что не так? Действительно. То есть, по-вашему, это адекватно, что в 2014 году… Да, вдруг все запрыгались, кто не скачет, тот Москаль, Уля, Москаляку-Нагиляку, Майдан, давай сжечь своих людей. А потом, блядь, ввели какого-то Гиркина на территорию Донбасса. Только после этого началось оток. Да это вы чё? А теперь вы говорите, что вы не увидели лагу, блядь. Скажите, а на Майдане Небесная Сотня откуда взялась? На Байдане Небесная Сотня? Да. То есть, она на Байдане была? А она не результат Майдана? Небесная Сотня где у вас появилась? Она именно на Майдане была. А где? В Гондурасе? Где? Конечно. Вы молодец. Капец. Так откуда взялась Небесная Сотня? Вы там ходили все, куда из них легенды делали? Так вы, молодой человек, зайдите, посмотрите. Не стыдно? Не стыдно? Вам не интересно. То есть, людей, которых перестреляли на Майдане, сами же украинцы, да? Если вы не уверены в том, что вы утверждаете, то зайдите в Гугл и посмотрите. А мне-то что? Я уверен. Я уверен. Нет, если вы меня переспрашиваете, правда ли это, значит, вы не уверены в этой информации. Да, мне интересно просто ваше мнение. Прикольно. Какое мнение может быть в утверждении? Да, действительно. Если вы уверены в чем-то, и у вас есть определенные факты, которые утверждают эту информацию, то зачем вам знать, что это будет противоположено? Можно спросить? А вы историю переиначиваете каждый год, каждые полгода или каждый месяц? Я вот хочу узнать. Я вам больше скажу. История постоянно переписывается. Ну и у вас-то да. У вас еще будет. Нет, она по всему миру переписывается. Да. У вас даже, смотрите, у вас уже 9 мая, это не 9. Нет, если вы не знали, то история переписывается по всему миру по одним факторам. Какие? Находятся косвенные документы, которые гласят о каких-то теориях, которые не были определены раньше. И то, что историки думали о каком-то факте раньше и выдвигали свою наиболее, как бы, как это объяснить, наиболее невыгодную, а правдивую историю, которая была в документах, учебниках и так далее. Когда находились документы, которые гласят об обратном или об этом, они переписывались. А какие документы у вас сейчас в Украине нашли, что вдруг утверждают, что Украина была превыше всего? А где мы такое говорим? Ну как? Что Украина древнее, оказывается, государство? Что была она хрен знает сколько? И так дальше, и так дальше. Ваши учебники вообще... Если что, историки до сих пор считают, так же, как и российские историки, которые изучали этносы людей в те или иные временные рамки развития национальности людей, то формирование украинской национальности, как и русской, как и белорусской, началось в период с 14 по 16 век. Да вы что? Да, прикольно. Можете почитать в интернете. А как вы объясните, что Киев – мать городов русских? Очень просто. Было разноплеменное государственное население, и центр принятия решений, на наш лад, если пересказывать, то располагался на тот момент в Киеве. Это была губерния, которая была превыше всех, и она называла себя «мать городов русских», потому что она управляла всеми другими. А ну это была Украина, да? Это была... Что тогда? Что в те годы было? Я не помню. По-моему, Киевская Русь. Так она была все-таки Киевская Русь, правильно? Если это мать городов... Подождите. Да подождите, я уже вас слушаю. Я же вас слушаю, не перебиваю. Дослушайте мой вопрос до конца. Не, перебивайте. Если вопрос дослушайте до конца, тогда вы будете отвечать правильно тоже. Если это мать городов русских, города русские, да, то мать-то тоже получается русская. Вот смотрите, у евреев как. У евреев как. Если сын еврей, то все, то почему? Потому что мать еврейка. Если мать не еврейка, то сын не еврей. Не стоит перекладывать людские отношения на городов русских. Не стоит, конечно. Понятно. Да, то, что лозунги какие-то выдвигали какие-то люди, не обозначает, что это было бы истинно правдой. Да, понятно. Хорошо. Хорошо. Ну, то есть, вы как молодой человек, как молодое поколение, которое, в принципе, я так понимаю, в 2014 году, сколько вам лет было? 2014? Не помню. Вот, не помните. Лень считать. Вот, да. То есть, ну, вы, в принципе, не знаете, что на самом деле происходило, туда-сё. Конечно, то, что вы потом прочитали о событиях в Одессе, вам тоже рассказала уже переиначенная история и так дальше, и так дальше. То есть, вы довольны, да, всем тем, что сделали, так скажем, ваши, ну, сограждане. Огромное. Какое? Понимаете, Украина – это, говорится, страна, с которой граничит Россия. То есть, приграничная страна. И так же, как мне не всё равно, какой у меня сосед, понимаете, через забор или по лестничной клетке, так же нам не всё равно, что творится в Украине. Хорошо, можете палочкой помахать, говорить, какие мы плохие, но это никаким образом не оправдывает ваше вторжение. Почему не оправдывает? Если вдруг сосед становится очень агрессивным, и его вдруг, кто какой-нибудь, другой сосед, через вообще много улиц, накачивает его, там, ножички ему продаёт, пистолетик, там, и так дальше, и так дальше. Всё это. А сосед, который у меня буквально через забор, это, как говорится, хапнул, и давай ещё и угрожать ребёнку, там, понимаете, там, женщине, жене, там, бабушке, ещё чего-нибудь, начинает это угрожать. Вы думаете, не стоит что-то принимать? Какой-то? Хорошо. Кто, у меня будет к вам несколько вопросов сразу. Первое, какое оружие было передано до начала войны в Украине, раз вы говорите о том, что у нас начали накачивать оружие. Второе, кто первый начал агрессивную политику против страны США, либо Россия, против друг друга. И третье, каким образом эти все факты касаются нынешней ситуации на фронте. Ну, то есть, то, что начало происходить после этого. Вхождение в НАТО позволяло бы на территории Украины поставить, соответственно, стратегические ракеты. Это и есть угроза для России. Любые. Понимаете? Хорошо. Финляндия снова была 1200 метров. Финляндия пока не располагает ничего. Это раз. Во-вторых, Финляндия уже была в Евросоюзе и затормозить этот процесс уже было невозможно. Вот. А в Украине, я так скажу, как раз именно и возможно было. Поэтому эту возможность им надо было использовать, потому что это был последний, уже, как говорится, рубеж, который, если бы Россия потеряла, то было бы совсем плохо. Россией можно защищаться, как вы думаете? Всем странам можно защищаться, а Россией нельзя, что ли? А что бы эти ракеты вам сделали? Влиять на Россию. Вот если бы, смотрите, если... Подождите, дайте мне ответить. Если мы вдруг сейчас задружимся с Мексикой и решим Мексику, как говорится, ну, войти с Мексикой в какой-нибудь военный союз, военный, НАТО, это не гражданский союз, это не какой-то там, знаете, как говорится, торговый союз. Если мы с Мексикой решим войти в военный союз, поверьте мне, Соединенные Штаты Америки войдут в Мексику на следующий день, вот так, в этот же день. Поэтому Россия защищается только и всего. Вопрос, зачем вам военный союз вступать с какими-то другими странами? Я не сказал, что надо наступать, я вам привел пример, я не предполагаю, я уверен, я уверен, что именно так оно и было бы. Вы, наверное, совсем молоды, не знаете, что в свое время, когда на Кубу решили поставить, как говорится, советские ракеты, то чуть не произошел, как говорится, вот не произошла Третья мировая. И кончилось это всем тем, что и с Турции убрали ракеты, и вот, говорится, с Кубы убрали ракеты. Вот. Вот точно так же это и здесь, понимаете, какая штука. Но на самом деле, я вам больше скажу, если вам действительно интересно, все, что сейчас происходит в Украине, это только ради одного, чтобы повлиять на Россию, чтобы обратно корпорации, которые устроили эту всю войну, именно корпорации, и не американские там только, понимаете, это в первую очередь, как говорится, английские корпорации и так дальше, именно они, которые, они уничтожили в свое время Украину после развала Советского Союза, ваши заводы, пароходы и все остальное, а теперь они используют Украину для того, чтобы прогнуть Россию. Все. А так как, я продолжу, если вам интересно, а так как людей очень легко, оказывается, надурить, вдруг им внушить, что общие праздники, которые мы праздновали, как говорится, много-много лет, вдруг не общие, что, оказывается, есть украинцы и русские, оказывается, что национальность и так дальше, и так дальше. Да, вот вы не жили в Советском Союзе, а я вот жил. И любой человек, и любой человек в Украине, что во Львове, что в Киеве, знал, что его страна до самой, блин, Камчатки, понимаете, и на Камчатке знали, что его страна до самого, блин, Львова, а потом... Слушай, а ты когда в Советском Союзе жила, ты думала, что твоя страна заканчивается на Камчатке, либо ты думала, что твоя страна заканчивается там, где заканчивается твой регион? Вот моя республика Украина. Мне мать отвечает, что там, где республика Украина заканчивалась. Ну, а чё ж она сейчас может еще ответить? По-другому теперь у вас не мыслят. А вот. Капец. Да, представляешь? Советская не выебрасишь. С воспитанием то Советское не выбрасишь, слышали? С воспитанием Советского не выбрасишь? Она хотя бы помнит карту Советского Союза? Это была все одна страна. А, ты помнишь карту Советского Союза? Сколько там республики? А я не хамлю. Я наоборот с молодым человеком... А чё я хамлю? Где я нахамил? Я взял и ребенку пытаюсь объяснить, что был Советский Союз. Разве не был? А? Советский Союз был, но он состоял из республик. Да, и что? Да, и каждая республика имела свои границы. И что? А когда республика, это была национальность. Да ладно! Да, у меня в матери в паспорте советском написано, что на Украине. И что? И что? Да. Ну, а вы были гражданином, какой у вас паспорт какой был? У меня паспорт был Советский. Советского Союза, правильно? СССР, Украинка. Вот, ну и что, не так? У нас же свидетельство на рождении, все так. Ну, все так. А паспорт, это и есть документ, который соответствует вашей стране, правильно? Не, подожди, дядь. Как там писалась республика? У тебя на паспорте У вас была национальность написана, Украинка. Национальность. Ну и что? И у СССР. А скажите, какая ваша страна была? С СССР или УССР? Моя республика была УССР. Республика. Республика. То есть, если вы в Америке спрашиваете, какого штата человек, он говорит, с Монтаны. Но если вы говорите его, а вы кто? Он говорит, я американец, потому что он четко знает, что он человек, которому принадлежит все 50 штатов Соединенных Штатов. Понимаете? Все 50 штатов Соединенных Штатов. А каждый штат это и есть республика. Что не так? Что ты заблуждаешься в административном правовом акте Соединенных Штатов Америки? Да ладно, это вы мне будете рассказывать. Ну, ну, ну. Каждый штат имеет право выступать в Конгрессе как отдельные административные ресурсы, принимать наравне с другими штатами любые законодательные проекты. Ну, вы молодец. А вот я сомничал. Итак, ты хочешь мне сказать, что если ты возьмешь американца, который, допустим, живет в Монтане и скажешь, в какой стране, ты ему задаешь вопрос, в какой стране ты живешь, а он тебе говорит, я живу в Монтане? Или он тебе скажет, что я живу в USA? Он скажет, в Америке живу. Америка – это в первую очередь Мексика, Гондурас, понимаешь, Канада и все остальное. Америка – это континент. Не позорьтесь, молодой человек. Он скажет, что я живу в USA. Понимаете? USA. Не, американцы, они живут в Америке, а не в USA. Да, конечно. Вам особенно. А вы когда-нибудь смотрели хоть один спортивный, спортивный, хоть какое-нибудь спортивное соревнование? Конечно, вы знаете. Я-то не знаю, да? Ну, не знаю, как вам там в Сочи охуенно знаются, как говорят в Америке. Я, молодой человек, 30 лет прожил в Америке, в отличие от вас, который там никогда не был. Это раз. Понимаете? И любое, вы включите любое спортивное соревнование, и везде люди на трибунах кричат USA, USA. Понимаете? Потому что они кричат именно то, что, откуда они? Они с USA. Понимаете? Соединенные Штаты Америки. А не, как вы думаете, а не из Монтана. Это когда идут соревнования, допустим, как в свое время у нас был чемпионат, допустим, СССР по футболу. что Республика и Штат это разные вещи, наверное. Да это вы не понимаете. Я вас говорю про страну. Республика – это страна, в которой... Республика – это республика, понимаете? Страна... Это просто административный ресурс, который находится в составе определенной страны. Ну, еще... Ну, ладно. Еще какую глупость вы скажете? Ой, это глупость, оказывается. А что нет, что? По вашему мнению, в республике не находится определенная национальность, которая там проживает. А в республике что, кореец не имеет права находиться? Не, он имеет право, но... В чем проблема? Закреплено то, что... Конституция чего? Несет именно человек украинец, либо там другой республики. Как в Молдове, как и в Украине, в Конституции закреплено то, что правовые акты несет украинец. Человек с украинским гражданством. Ну, да. Ну, это... Главное украинское гражданство. Это правильно, да. Понятно. Понятно. Ну, то есть, вы довольны результатом, мама ваша тоже довольна результатом, да? Это другой вопрос. Я говорю, вы довольны результатом Майдана, мама тоже довольна результатом Майдана. То, что история переедена, начали, я так понимаю, вы тоже довольны. У вас в семье, я так понимаю, все рады этому. То, что теперь у вас 8 мая, это праздник, это тоже нормально. Если соседи не лезли в эту территорию, мама была бы довольна и всего. А кто лез? А кто лез? Боже мой, это зеленые человечки набежали с праздниками. Понятно. А они до Майдана залезли или после? Нет, это ваш президент говорил, что они были-были, а потом ты иначе. Я другой вопрос задал, вы же понимаете русский язык. До Майдана залезли или после? После Майдана. После Майдана. Нет, подожди, они же в Крыму располагались на территории военно-морских сил РФ. Это был документ, который гласит о том, что военно-морские силы РФ на своей базе могут располагаться на Крымском полуострове. И никто в душе не ебет, когда они туда прискакали, и с каких пор они там сидели. Если честно. Тогда они стали зелеными человечками вдруг в одной части. Ну вот. А что, Россия должна была защищаться? Она защищается? От чего вы защищались? Как от кого? От внешнего влияния? От какого внешнего влияния? Интересы. Понимаете, какая штука? Когда вы кричите о независимости Украины, вы, наверное, совсем забываете, что нет таких стран независимых. Они есть, знаете, совсем две-три. Давай я тебе другой пример приведу. Ты думаешь, что ты независим ни от чего в своей жизни. А при чем тут моя жизнь? Сильно плохой пример, молодой человек. Нет, это не плохой пример. Да плохой. Да плохой. Если бы вы чуть-чуть историю учили, понимаете, вы бы четко понимали, что были страны, которые… Только ты располагаешь в своей жизни. Господи, боже мой. У вас, конечно, сынок очень умный, но, к сожалению, не те ценности у него в голове. У него в правильной ценности в голове? Да, у вас такие страны. Конечно. Ну, давайте спросим, вот основная ценность. Так что, 9 мая не существует, да? Почему не существует? Почему вы решили, что нет? День победы когда? День победы кого и над чем? Как кого и над чем? День победы над фашистской Германией когда? Ну, это победил Советский Союз. Так. И обозначил дату 9 мая. Правильно. А 8 мая весь остальной мир празднует. Какой остальной? Который проиграл Советскому Союзу, правильно? А, Америка проиграла. Кто проиграл Советскому Союзу, уточнись, пожалуйста. Европа. Почему Европа проиграла? А кто? Вы думаете, Европа не участвовала, как говорится, в нападении на Киев, на тот же? Европа участвовала в нападении на Киев? Конечно. Мужчина вычитает мне те книги. Да, конечно. Извините, но... Не, ну, он не делал ледик. Не, подожди. На Польшу. Что, он куда не ходил? Мать, он же делал... Вы не делаете новое, вы ответьте? Понятно. Гитлер же делал... Понятно, про получал, ответить не можно. Не, Гитлер же делал эти концлагеря, где набирал своих дебилов, эсэсовцев, для того, чтобы нападать на другие регионы. Это было еще в Галичине, во Львове, как и в России были эти отряды, которые там добровольцы, либо принужденные и так далее. А он, скорее всего, про это и говорит. А, скажите, Румыния, 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 Румынские войска не стояли под Сталинградом? Румынские войска, возможно, но не вся же Европа там стояла. Какая вся? А Франция... А Франция... Подождите, а не французские батальоны до последнего защищали Берлин? Вот это нет. Это, конечно, нет. Ну да, ну да. А вы слыхали, да, такое, наверное, утверждение, когда особенно подписывали капитуляцию, когда немецкий генерал особенно удивился, типа, когда увидел французов, типа, и что, они нас тоже победили? Вот, это же, ну, факт. И это, вы думаете, от чего взялось? От того, что французы, половина Франции, половина Франции воевала на стороне Гитлера. Половина Франции. Хорошо. А вот, как говорится, уже отстаивала свои интересы. И если бы не Сталин и Гегольф, Франции вообще бы не было. Сколько граждан Советского Союза перешло на сторону Гитлера? Были предатели, и что? Везде. Ну, так же, как и граждане Республики Украина, так же, и Киев, этот самый... А что, польские батальоны не зашли в Украину? Зашли. Еще раз повторяю, была такая штука, что Гитлер делал вот эти как раз-таки отряды. Ну, вы углубились далеко. Я только одно не могу понять. Почему до вас-то не доходит то, что сейчас творится у вас в Украине? Вот, это именно то, как говорится, чтобы вы хоть... Ну, задумайтесь, давайте я так скажу, задумайтесь. Ведь все то, что творится у вас в Украине, это ради того, чтобы повлиять на Россию. Россия всего лишь защищается, защищает свои интересы. Только и всего. А вот кое-каким корпорациям надо, надо, чтобы прогнуть Россию, соответственно, использовать Украину. Чтобы НАТО не расширялось. НАТО не расширялось. Это в первую очередь. Я уже сказал, что Финляндия расширялась, но он оперировал тем, что Финляндия была в Евросоюзе, и этот процесс нельзя было остановить. А так как Украина в Евросоюзе еще не состояла на момент начала войны, то это можно было остановить. Если бы Украина была независимой, как вы все еще думаете, она бы, скорее всего, и была бы независимой. То есть на данный момент Россия сейчас воюет за независимость Украины. Нет, вы ошибаетесь. Конечно, я ошибаюсь. Путин подписал об этом все документы. Вы не будьте буквоедкой. Вы просто логику включите. Все страны... Женщина, вы же жили в Советском Союзе? Вы же жили в Советском Союзе? Когда развалили Советский Союз, все республики стали вот так зависимы. Сразу же. Это только при Советском Союзе. У СССР была относительно независима. Разберите мне, пожалуйста, в каком году были признаны границы Украины? Когда ваш президент подписал все эти союзы? Посмотрите в интернете. Мне все равно. В 2003 год. Мне абсолютно все равно, в каком году. В 2003 год. Какие вопросы к нам, как к суверенной стране? Да вы не суверенная страна. Вы не можете это понять. Потому что не бывает таких стран. Просто тупо не бывает. Мексика, понимаете, это не суверенная страна. Это не независимая страна. Мексика конкретно зависит от Америки. Мексика конкретно, понимаете, зависит от Америки. Весь, как говорится, Юж, вся Америка, честно говоря, северная, зависит от Америки. То же самое и в Европе. я его перебивал дохуя он типа такой зачем мне его слушать вы очень культурная пара мне нравится да вы молодец вы молодцы я не буду вас переубеждать я так понимаю бесполезно спасибо что вы показали свою позицию а при чем тут заучил я не заучил я как раз вам логично пытаюсь разъяснить вы даже человек СССР пытаетесь мне сказать что вы не жили в стране СССР это вообще великолепно я жила в своей республике Украина дальше что ну а в стране в какой вы жили правильно вот как я сказал молодому человеку как в Америке человек живущий в Монтане он живет в USA понимаете а вы жили в стране Советский Союз это страна такая нет я жила в Союзе республик нет переведите Союз социалистических республик что не так Союз Советско-социалистических республик это страна такая а как переводится Соединенные Штаты Америки я в Америке живу нет просто ради прикола я говорю я параллель провожу вот ваш ваш сын задумался уже Соединенные Штаты Америки только там нет слова социалистические один в один но в Америке значит мы называем американцев американцев значит что они мы четко признаем что они значит у них страна Соединенные Штаты Соединенные Штаты это то что соединилось воедино а Союз республик не воедино которые сошли не воедино а у нас Конституция СССР была ну да ну да вы молодцы ладно продолжайте дурить друг друга и отключились а не могу ну семейка о чем могу сказать семейка еще так да замечаете я не хотел их там сильно фактами давить я вот как раз пытался знаете говорится остаться на их чуть-чуть уровне чуть-чуть подзадорить чтобы они чуть-чуть задумались задумались да да но там бесполезно ну понятно парнишки уже промыли голову а мамаша тупо естественно ну видать прыгала смотря телевизор когда на Майдане все прыгала вот и она наверное прыгала ну вот и допрыгались все правильно говорят они сделали все на Майдане ну что ж видя то что творится за окном все правильно что сделали на Майдане ну делаем правильные выводы ребят напишите комментарии что вы думаете про эту семейную парочку но то что они сынок с мамашей матом говорит это ну это все это Евросоюз ребят стоило конечно вот обязательно стоило стремиться в Евросоюз чтобы потом так вести не знаю ой мог бы честно говоря еще своего парня привести и при мамаши там не знаю чпокаться и вообще было бы все нормально да и маму пригласить я так понимаю все таки европейцы да куда деваться всем понимание спасибо за внимание народ вы знаете проблему про ютуб да я сейчас постараюсь набить рутуб очень тяжело там как-то грузится это все не очень тем не менее значит есть ссылка народ переходите пожалуйста по ссылкам там ссылка есть на дзен ссылка на рутуб помогите мне раскрутить рутуб пожалуйста это сейчас мне очень очень нужна ваша помощь но всем тем кто помогает моему каналу я хочу сказать огромное спасибо вот просто чисто от всего сердца спасибо огромное за поддержку вот финансовую материальную и тем более моральную обязательно пишите комментарии ставьте лайки пока-пока пока Продолжение следует... 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 Продолжение следует...